Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы снова здороваемся с вами. И сейчас у нас дополнительная программа, потому что у нас сегодня один из редких гостей. Это один из самых известных российских психологов Михаил Лобковский. Здравствуйте. Здравствуйте. Веден программу мы с Марисом Моркунсом. Натальей Михайловой, звукорежиссером Евгением Санкопеиным. Да, и телефоны прямого эфира, напоминаем сразу, 672-12-939, 672-13-939. Наверное, у вас есть редкая возможность задать вопросы вот так, сразу напрямую. Человеку, который приглашает вас, кстати, тоже всех на публичные консультации в Риге. Я так понимаю, Михаил, что будет четыре темы, на которые вы будете консультировать. Вы знаете, мы решили объединить две темы в одну детские, две темы в одну взрослые. Я, кстати, хочу сказать два слова. Вот вы сказали публичные консультации. Это не лекция, это не история о том, как выходит человек и нудно полтора часа в одно лицо что-то рассказывает. Это совершенно другая история. Это как шоу, в котором я рассказываю, ну, может быть, две минуты что-нибудь. Я рассказываю, о чем мы будем говорить, да, какая тема. Мы поговорим, наверное, сегодня вообще о том, о чем будут эти выступления. А потом люди двумя способами, если они застенчивые, они пишут на бумажке вопрос, поэтому те, кто хочет прийти, возьмите с собой бумажку и ручку. А те, которые продвинутые пользователи и ничего не боятся, подходит к ним девушка с микрофоном, и они в микрофон встают и задают свой вопрос. И дальше, ну как, чтобы задать вопрос, надо какую-то историю рассказать про себя, да. И это реально интересно, это похоже вообще на спектакль, потому что люди рассказывают, что у них за проблема, рассказывают свои истории, я отвечаю на то, о чем они спрашивают, рассказываю, у меня такая достаточно необычная психологическая, я бы сказал, авторская методика. Вот, и это драматургия в этом, потому что в зале, сколько это, полтора часа длится, люди встают, рассказывают истории, получают ответы на вопросы, то есть это не лекция, это именно публичная консультация. То есть это может продлиться до утра. Ну, пока здоровья хватит. Не, ну если человек берет микрофон, у него вопрос, он говорит, вот когда я пошел в детский садик, и от этого... У меня на это есть всегда любимая вещь, я говорю, ну а вопрос в чем? Да. Николай, вот вы сказали, что те, кто застенчивые, они пользуются бумагой и ручкой, а те, кто смелые, они, значит, сразу напрямую... А вот те, кто смелые, они зачем идут к психологам? Ну, смелость, может быть, это единственное, то, где у них нет проблемы. И то их смелость касается история о том, что они могут выступать в публичном пространстве, то есть они не стесняются людей вокруг. Но у них есть другие проблемы. Я, например, могу сказать, что вот одна тема будет касаться детей и родителей. Многие приходят по поводу маленьких детей. Ну, это понятно, да? И хотите сказать... Да, мне вот есть вот вопрос, да. Как раз на эту тему. И дети есть. Да, и дети есть. Раз есть дети, должен быть вопрос. Мне вот сразу три вопроса. Спрашивайте. Да, но вот сегодня я готовился про себя, готовился к интервью с вами и параллельно занимался двумя детьми. Старшая уехала сама из дачи, я в отпуске. И средняя моя говорила, что вы с мамой неправильно воспитываете. Вы все время бежите за паровозом и на него... Нет, вы все время бежите впереди паровоза и все равно на него опаздываете. То есть она, у нее есть вопрос к нам, как правильно воспитывать детей. Ну, вообще, я хочу... Это то, что я от имени ребенка должен... Значит, вообще, как ребенка не воспитывай, принципиально это никакой роли не играет. Сейчас я объясню. Люди, как и остальные животные, воспитываются только по аналогии. Вы же не видели, чтобы, например, в зоопарке кто-то из зверей своим детям показывал или рассказывал, что нужно делать, как охотиться, как есть. Дети видят то, что делают взрослые, и они считывают ваше поведение. Они считывают вашу психологию, ваш характер. Например, есть разница, когда вы сажаете ребенка напротив себя и рассказываете, как в том стихотворении Крошка-сын к отцу пришел и спросил у Кроха. «Папа, это хорошо?» «Да, сынок, неплохо». Вот это не работает вообще. То есть, когда мы пытаемся детям что-то объяснить, они не воспринимают. Это мораль, это назидание, они устают от этого и ждут, когда этот кошмар закончится. Но когда вы говорите с женой, когда вы говорите с друзьями, когда вы по телефону общаетесь, в этот момент ваши дети воспринимают через вас отношение к миру. Понимаете, да? Это и есть воспитание по аналогии. Дети принимают только поведение взрослых, их мировоззрение, их отношение, отношение и к ним самим, и между собой, и к себе. Вот это детей воспитывает. Ну, самые такие тупые примеры, да, там, пьющий родитель, который говорит, что пить это плохо. Ну, он может дальше рассказать. Или курящий, да. Курящий, да. Или, там, не выражайся грубо, да, а там дома мат-перемат стеной стоит. Это все не работает. Тем более, как правило, люди грешные, они обычно любят морализировать, и дети только хорошему учат. Притом, чем хуже, тем более хорошему учат. Работает только наша личность в взаимодействии с другими людьми. Это то, на чем дети реально воспитываются. Ну, а как реально начать жить, если мы все, ну, у нас семья, но все почему-то там заняты какими-то своими собственными аккаунтами, вплоть до детей. Вот как вернуться в реальную жизнь? Потому что как раз ребенок, который сказал, это мой средний, 10 лет, она сказала, что вы бежите впереди паровоза, но на него еще... А что она мило в виду? Ну, что она чувствует, что мы неправильно ее воспитываем. А конкретно, если она высказывала, ей что не нравится? Нравится. Но претензий не было, она это обрисовала всю проблему воспитания. Вы знаете, ну, можно было поговорить, я думаю, у вас будет такая возможность. Представляете, ребенок скажет, ну, давай, расскажи, что тебе не нравится. Я вот что хочу сказать, что мы такие, какие мы есть, и надо, не то что надо, не надо дергаться, не надо пытаться быть другими, например, в глазах детей. Бывают такие ситуации, ну, такой классический пример. Мама с папой живут в очень плохих отношениях, в принципе, они уже, ну, психологически уже в разводе. Да. Но они из-за детей делают вид, что у них все хорошо. Но дети не тупые. Даже если они ничего не понимают, ну, им там грудные, например, да, казалось бы, ну, что грудной ребенок может понять в отношении родителей? Понять он ничего не может, он может почувствовать, правильно? И атмосфера нелюбви, атмосфера такой, так сказать, сгущенной, такая тревожность, напряженность, агрессия, включая так называемую знаменитую пассивную агрессию, когда кто-то на кухне-кастрюлькой гремит или губы поджимает или не разговаривает, да? Они это все чувствуют, и как бы люди не изображали перед ними прекрасные отношения, то, что мама там с папой не обнимается и не целуется, да, они это понимают, как то, что какие-то проблемы есть. И то, что есть на самом деле, они это чувствуют, но не понимают. А как уравновесить работу? Потому что у Агаты претензия к тому, что мы все время работаем. Так, наверное, вот в этом проблема, что ей не хватает внимания. Работу и семью уравновесить. Может быть, вы с собой будете ее брать на работу? Ну, иногда приходит. Нет, слушайте, я считаю, что люди такие, какие есть и живут так, как могут. Более того, не дай бог, Марис, если у вас появится чувство вины, не дай бог. Не должно? Ни в коем случае. Дело в том, что это не любовь. Люди, которые, знаете, как бы вот мне как бы жалко ребенка, да, я чувствую вину перед ним, что я не уделяю ему внимания. Дети это воспринимают как, типа, у родителей на самом деле есть время, но почему-то ему жалко на меня это время. То есть там история не про любовь. Чувство вины, это вообще, понимаете, что это такое? Это не любовь к себе. Это я себя не люблю. Я считаю, что я плохой. Ну, например, родитель, да? Да. Поэтому я как бы чувствую перед ребенком. На самом деле не надо жить ни ради кого. Все в семье должны жить своей жизнью. Понятно, что родители любят своих детей. Понятно, что они уделяют нам какое-то время. Но родители есть своя жизнь. Люди, которые, у них такой, знаете, перекос психологический, когда они, как говорят, посвящают жизнь ребенку. Это жесть. Потому что потом требуют обратной реакции. Ребенка не отпускают. Требуют благодарности. Привязывают, так сказать, мамы особенно к юбке и так далее. Отцы эти меньше грешат. Поэтому, если ребенку не хватает внимания, она говорит, папа, у вас с мамой не бывает, да, вы на работе. То да, когда у вас есть возможность, приводитесь с ребенком в время. Но не надо из-за этого образа жизни менять. Ребенок же у вас не в интернате находится, правильно, в это время? Дома же сидит. Есть мнение, что взрослые проблемы и взрослые комплексы у взрослых людей, которые, ну, там, вам, например, они видны сразу, да, у кого какие комплексы. Но они почти все происходят из детства. Да, да, это правда. И что делать? Ну, без этого уж нельзя, наверное. У нас есть еще время, да? У нас еще много времени, да. Я только хочу еще раз напомнить, кто у нас в студии. У нас в студии один из самых известных российских психологов. Я, так понимаю, с 30-летним стажем, как я прочитала на СНОБе, да? Я так плохо выигрываю, Наталья. Нет, вы сами написали о себе это. Поэтому и спрашивали. Я только с ваших слов. Такой молодой у нее Дмитрий. Михаил Лобковский, да. И вы можете нам звонить, и даже должны звонить, я считаю, до пяти часов. Мы в студии 672-12-939 и 672-13-939. Михаил будет читать у нас, вернее, простите, вести у нас публичные консультации завтра и послезавтра, правильно? Да. Это будет происходить в помещении Happy Art Museum на Отзырново, 67, седьмой этаж. Там, ну, вы знаете, где этот торговый центр, галерея Рига, всем известен, да? Тут прямо в центре, недалеко. Так что не пожалейте времени. Немножечко денег, и придите, пожалуйста, проконсультируйтесь. Может быть, это для вас будет очень даже судьбоносно, потому что темы интересные. Вот мы уже затронули о детях. Дети, да. Да, темы детей, так в широком смысле этого слова, отношения с родителями. Но есть еще две темы, которые тоже, я так понимаю, слились в одну. Да. Да, это вот как полюбить себя и повысить самооценку, и как выйти из невротических отношений. Вот. Ну, постараюсь, да, наверное, на все ответить. Я хотела спросить у вас, вот людей больше тех, у кого завышенная самооценка или у кого заниженная? Заниженная, конечно. Почему? А почему? Ну, причину, тут и Марис об этом спросил, да, насчет детских проблем и что с этим делать. Проблемы, конечно, в детстве. Дело в том, что когда ребенок рождается, у него нет никакой самооценки. Он себя никак не оценивает. Как писал Карл Маркс, спокойный, Павел смотрит на Петра и сознает себя Павлом. Только так мы можем понять, кто мы, да, в отношении с другими людьми. Первые люди, которые дают нам самооценку, это кто? Родители. Конечно. Они, это первые существа, которых ребенок видит, и от которых он получает реакцию на себя. Кто он вообще? Полный дебил и урод, который не имеет правильно держать вилку в руке, и ставит это самые локти на стол, и двоечник, и даже попку себе подтирать не может, и орет все время. Или это наша принцесса, красавица, самая умная девочка, мы ее обожаем, и она самая красивая, и целуем ее в попку. Вот откуда начало. Это первое, да? Я сейчас утрирую, потому что любовь или не любовь родителей не единственная причина для высокой и низкой самооценки. Но понятная причина. То есть, если родители тебя не принимают, как они тебя не принимают? Они пытаются из тебя все время что-то вырастить. Вот такой какой ты есть, ты им не очень нравишься. Типа, о, хорошо, слава богу, она хоть учится хорошо, а так страшненькая, конечно. И так говорят своим дочерям, многие родители. У тебя ничего не получится, ты ничего не можешь, у тебя кривые руки, не трогай, не хватай это, ты не умеешь, ты не разбираешься, ты сломаешь. И у ребенка начинает падать самооценка. Притом родители, они как-то, хоть и извращенно, как сказал Лермонтов, но странной любовью могут любить своих детей. Но будучи сами закомплексованными, они детям, вот то, о чем мы начали, да, как воспитание выглядит, передают свои комплексы. То есть они сами неуверенные в себе, и они детей учат этой неуверенности. И тогда ребенок начинает сформироваться как лузер, как человек, у которого ничего не получится, внешности тоже как-то не вышло, академических успехов никаких, претензий в жизни, амбиций никаких. Желание такой троечных средний, да, потому что мама с папой ровно это ему транслировали. И есть родители, которые всегда поддерживают своих детей. Кстати, забегая вперед, могу сказать, что все зависимости, включая наркоманию, алкоголизм, курение и так далее, это, как правило, отсутствие поддержки родителями детей в детстве. Так вот, родители, которые своих детей поддерживают, которые говорят, ты у нас самый-самый, самый умный, и, кстати, не сравнивают детей. Это отдельная песня, когда они еще, не дай бог, сравнивают, и со своими, кстати, с братьями и сестрами, и с чужими, то это тоже рушит самооценку, понимаете? А если родители вас сейчас услышат, и вот они могут исправить ситуацию в любом возрасте? В любом возрасте можно за сутки до своей смерти начать новую жизнь. Не в смысле, что это правильно, а в смысле, что можно сутки прожить счастливо. И, ну, я немножко перебегаю с темы на тему. Да, но вот уточнить как раз вот в этой теме, то есть вы считаете, что не должно быть в семье иерархии? Как-то такое построено. Ее не может не быть, я бы сказал. Ну да. Нет, конечно, иерархии в семье будет, потому что есть родители, которые несут ответственность за детей, и юридически, кстати, тоже несут ответственность, и они принимают решения, и они решают, что ребенку делать, как ему быть и так далее. Но самые простые вещи, друзья мои, в 6 лет у детей должны быть свои карманные деньги. Пусть это будут маленькие деньги, да, символические деньги, но они должны быть свои. В 6 лет ребенок уже сам может выбирать себе одежду в магазине, ну, исходя из бюджета, который дают родители. Что это за уверенные в себе люди с высокой самооценкой? Это те люди, которые детьми выходили к завтраку, и мама говорила, что ты хочешь на завтрак? Она не говорила, ты будешь жрать то, что я приготовила, и попробуй открыть рот, и сейчас запихай ложкой туда насильно. Она не говорила, вот это я тебе купил, и ты это будешь носить. Она говорила, что ты хочешь, что тебе нравится. И ребенок, привыкший с детства к тому, что с ним считаются, вырастает абсолютно уверенным человеком. Я хочу еще одну вещь сказать, чтобы не забыл. Вот когда консультации звучит тема, как родители и дети, всем в голову приходят родители и маленькие дети, да? Есть одна еще нереально интересная тема – взрослые дети и пожилые родители. И конфликты между ними, особенно когда у этих уже деменция, и маразм начинается пожилых, и вы не хотите им звонить, и звоните им чувство вины, а в принципе говорить не хотите, потому что они все время в вашу жизнь влезают, контролируют и так далее. Если у вас есть и такая проблема, тоже приходите, мы об этом тоже поговорим. И заодно еще хочу сказать, что есть проблемы со школой связанные. Делать уроки, не делать уроки, помогать, не помогать, проверять, не проверять и так далее. И тоже об этом поговорим на этой встрече. Надевайте наушники, у нас есть звонок. Пожалуйста, слушаем вас в студии Михаила Лобковский. 672-12-939, 672-13-939. Так, не дождался, похоже, наш видеослушатель. Вот интересно, скажите, а как тогда, вы смотрите, есть проблема с родителями у детей, есть у детей, родители с детьми, есть проблема у бабушек с родителями, которые проецируют свои через детей, есть проблема со школой, это бесконечно. А как жить не от проблемы к проблеме, а уметь жить от радости к радости? Один день перед смертью? Хороший вопрос, Марис. Давайте я попробую, насколько мне хватит, я попробую сжато ответить на ваш вопрос. Он вообще концептуальный, он является главным вопросом вообще всех проблем, которые мы обсуждаем. Есть психологи, большинство психологов, проблему решает напрямую, а именно, у вас проблемы в семье, давайте групповая терапия, семейная терапия, приходите, будем разбираться. Такой классический пример, там жена говорит, он мне не помогает, я не могу попросить его ни с ребенком погулять, ни помыть посуду, он меня игнорирует. На что муж говорит, ну когда я тоже спрашиваю, он тоже ничего не делает, мы с сексом уже три месяца не занимались и так далее, да? И как в моем любимом анекдоте, пошло-поехало. Это дорога в никуда. Вы так ни о чем не договоритесь. И я придумал совершенно другую методику, смысл которой следующий. Когда ребенок рождается в невротической семье, то он не получает, ну я не буду сейчас вам голову морочить сложными вещами, но на первом месте он не получает чувства безопасности. Друзья мои, вы знаете, что любовь на 99% состоит из чувства безопасности. И когда ребенок этого не получает, когда он еще только родился. В силу разных причин. Родители конфликтные, невротики, агрессивные, я не знаю, все что угодно. Оставляют его, он вообще там в оттернате, на пятидневке, у бабушки в другом городе. Он начинает нервничать, начинает переживать, начинает бояться очень часто, скучать и так далее. И как правильно сказал Марис, тогда он начинает испытывать проблемы, а не получать от жизни удовольствие. У него это выстраивается в психике, а нейроны есть в клетке головного мозга, которые выстраиваются в такую рефлекторную дугу. И когда у него возникает уже у взрослого проблема, например, девушка познакомилась с парнем, да? Да. Вот вроде бы все хорошо, но вдруг он ей перестал звонить. Для нормального человека это знак того, что отношения закончены. Ей не интересны те ребята, которым она не нравится. Но для невротика это только начало большой любви. Как говорил Мао Цзэдун, чем хуже, тем лучше. Раз он мне не звонит, он меня этим цепляет, потому что мой папа тоже забывал, когда у меня день рождения. Понимаете? Да. А после развода он даже не приходил к нам. И я люблю таких парней, которые надо мной издеваются. И мне нравится иметь с ними отношения. И тогда жизнь, как вы правильно сказали, становится не удовольствием, а решением проблемы. И то, о чем я хочу рассказать и буду рассказывать на этих встречах, что ведя себя по-другому, но самые главные три правила. Это делать то, что хочешь, не делать то, что не хочешь и сразу говорить то, что не нравится. Остальные, так сказать, уже более технические вещи пойдете, поговорим подробнее. Так вот, эти главные правила, главным из которых является делать то, что хочешь, и чтобы мы втроем понимали друг друга, делай то, что хочешь, это не то, что я решила, что так будет правильно. Это то, что мне нравится, это эмоции. Это не выбор рациональный. И это поведение, несвойственное невротикам, начинает менять твою психику. И ты начинаешь постепенно уходить от этих детских проблем, о которых вы спрашивали, что они все из детства. И у тебя полностью перегружается, обнуляется твоя психология, и ты начинаешь любить себя, потому что делай то, что хочешь, это история про тех людей, которые живут в свое удовольствие. И сейчас многие, кто слушает, думают, ну, видимо, парень, наверное, головой ударился. Так я вот хочу поправить. Как вы собираетесь жить, как вы хотите? Это нереально. Ну, мы продолжим. Мы продолжим. Нет, подождите. У нас сейчас перерыв на новости, но мы переймем звонок человека перед этим, чтобы он не ждал. Ответим уже после новостей и рекламы. Ну, пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. 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 Меня зовут Юрий. Я хотел такой вопрос задать практикующему психологу. Может ли существовать семья, где два родителя живут в разных городах? Ну, я условно говорю. Например, Москва и Рига. Мама там с маленьким ребенком живет в Москве, там, ну, в основном, да. А папа приезжает, скажем, на неделю, месяц. В этом вопрос, да? Выключается. Такая модель. Может вообще быть или нет. Да, спасибо. Мы ответим обязательно. У нас просто сейчас время новостей. Не переключайтесь в студии. Психолог Михаил Лапковский. На одной волне с городом радио болтком. У нас в гостях Михаил Лапковский, российский психолог. И мы закончили первую часть нашей беседы на вопросе радиослушателя. Значит, вопрос, я напомню, был о том, что как может быть семья, которые члены живут в разных странах? Муж в России, это муж в Латвии, жена с ребенком в России. А теоретически, да, практически это, к сожалению, знаете, такая мечта девушки, слепо-глухонемой, капитан дальнего плавания. Это не семья. Да, есть формальное название такой семьи, это называется экстерриториальный брак. Так жили, кстати, Высоцкий с Мариной и Владей. Но, друзья мои, вы должны понимать одну простую вещь. Если люди друг друга любят, первая потребность, которая у них возникает, быть друг с другом вместе. Если это не так, то это говорит о том, что у них проблемы, которые они сваливают на работу, то, что сейчас такое время, мне нужно работать, я там получил какой-то проект и так далее. Это всегда выбор. Можете получить проект, можете получить семью. Насчет Высоцкого и Мариной и Влади, чтобы у вас не было иллюзий. Как-то я сидел в ресторане, и в этом, как странное место для книг, на подоконнике стояли книги. Я взял одну из них, это был том Юрия Нагибина, был такой советский писатель. Он пишет, сидим в гостях у Ахмадулиной. Марина и Влади рассказывают про Париж. Приходит Высоцкий, давил ей в морду, и они ушли. Чтобы люди, вдруг они неправильно понимают, что можно и так любить на расстоянии. Нет, друзья мои. Когда люди живут на расстоянии, то этому есть причина, и работа причиной реально не является. Причиной является нежелание жить вместе. Конец рассказа. Ну что, вот я тогда продолжу свой вопрос про самооценку. Вы рассказали про заниженную самооценку, а завышенную. Вот Вы сказали, что у этих людей завышенная самооценка, их меньше. У кого она формируется? У людей, которые немножко, которые у нас реальности... Это тоже из детства же, да? Это тоже из детства. Это такие, знаете, хвастливые родители. Все преувеличивающее, рассказывающее о том, как у них все хорошо, когда у них все плохо. Не из-за оптимизма, а из-за желания производить впечатление. Но с точки зрения психического здоровья лучше быть завышенной, чем заниженной. Другая проблема, что очень часто бывает у людей разочарование, с которым они не справляются. Потому что если, типа, ребенок вундеркинд с завышенной самооценкой, вдруг 30 годам становится обычным менеджером среднего звена или инженером, а он к этому был не готов, потому что еще со школы он шел на золотую медаль, он был вундеркиндом и так далее, то многие не справляются с этим падением, разочарованием. Поэтому самое здоровье все-таки иметь адекватную самооценку. Но люди с заниженной самооценкой, они себя гораздо хуже реализуют. У них комплексы, у них неуверенность. Что такое заниженная самооценка? Они себя не любят, они себя не нравятся. Им не нравится внешность, им не нравится их работа, друзья, дом, где они живут и так далее. Их все не устраивает. Это такая, в общем-то, тяжелая достаточно жизнь, состоящая вся из комплексов и недовольства жизни. Поэтому уж лучше перед, чем не до. Ну хорошо, но вот вы сказали, что родители, да, в первую очередь. Ну это в первую очередь. Ну потом ребенок попадает в детский сад, где там ему могут то же самое, какие-нибудь гадости наговорить воспитатели. Потом в школу, где тоже очень жестокий мир и одноклассников, и ну чего там скрывать, и учителей тоже, да. Вот как тут, скажем так, сформировать адекватную самооценку с помощью только одних родителей? Наталья, вы знаете, какое дело? Ни школа, ни детский сад не могут так повлиять на ребенка. Если у ребенка случилась психотравма, да, он, например, подвергся насилию физическим или сексуальным, это может изменить его психику в 5 лет, в 6 лет. Но если мы говорим о том, что он пришел из очень благополучного дома, типа в неблагополучный детский сад, знаешь, что будет дальше, если дом благополучный? Они его заберут, оттуда родители. Они же благополучные. Он плачет, хочет домой. Конечно, они даже, мама с работы уйдет. Были такие знаменитые академики Никитина, муж с женой, у которых было 9 детей, и они чем-то какой-то наукой занимались. И они поняли, что они не могут воспитывать столько детей, ходя на работу. И они устроились дворниками, и они все время проводили, значит, ну, вся во дворе с детьми время. И они все стали академиками все равно, педагогики. Мы писали книги, но они такие немножко отмороженные были, они разрешали там пальцы в розетку засовывать и так далее. Немного они с приветом, мне кажется, были. Но такая методика у них была продвинутая. Поэтому детский сад, школа, школа, они уже вообще взрослые. Послушайте, люди формируются на 80% до пятилетнего возраста. Дальше формируются на всю жизнь, это только 20%. Очень трудно ребенка, он былополучен, он крепкий, понимаете. Вот пример вам такой дам. Вот родители его любят и поддержат. Он приходит в школу, да, он толстый, например, и его начинает обзывать. Он не ведется на это, потому что дети издеваются над теми, кто как раз начинает там отвечать, за ними бегать. И тогда, понимаете, это цепляет детей, дети жесткие, они его начинают дальше опускать. Вот так ведут себя обидчивые дети, которых уже обидели дома, понимаете. Если его дома не обижали, он крепко стоит в школе. Он и по головам стучит. Вообще не вопрос. Есть еще у нас звонок. Михаил Аковский у нас в студии, известный российский психолог. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Говорите, мы в реперим. Добрый вечер, пожалуйста. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, говорите. Это тот самый знаменитый, застенчивый слушатель. Я хотел продолжить тему психолога. Он начал... Вы меня слышите, да? Да, говорите. Он начал говорить о том, что как жить, что нужно жить в свое удовольствие. И жить, как ты хочешь, сделать то, что ты хочешь. Первое правило. Второе правило. Уже не помню. И третье какое-то. Я хотела знать, как можно жить, как ты хочешь, когда ты живешь в семье. У тебя несколько детей, у тебя родители. И насколько это возможно, и что он имел в виду. Потом начался перерыв, и он так и не договорил. Да, расшифруйте вот эту вот первую очень привлекательную формулу. Жить как ты хочешь. Я даже не наперегусь, что я еще живой на во мне втором лице. Нет, может быть, вы думали, что вы не слышите вопрос. Да, иногда на некоторых радиостанциях передают вопросы гостям. Да, есть призвонки какие-то. Знаменитые глухие гости? Нет, нет, нет. Хорошо. Смотрите. Я сейчас нарисую идеальную картинку. Когда вы рожали детей, то вы это делали, потому что вы очень хотели детей, вы их любите. Поэтому они вас вообще не тяготят. Правда? А если они вас тяготят, то вы скажете, дети, я от вас устал, я пошла отдохнуть. И они на это даже не обидятся. Если вы не хотите общаться с родителями, можете с ними не общаться. Почему? Вот эта тема, я считаю, очень интересная будет на встрече, где родители и дети тоже. Я объясню еще раз. Не только родители и маленькие дети, но и пожилые родители и взрослые дети. Вот смотрите. Вот у вас проблемы с родителями. Ну, разные проблемы. Вы конфликтуете с ними, они не принимают ваш образ жизни. Они пытаются критиковать ваших детей. Не их, а вас критиковать даже. Вот в их глазах, да? Вы с ними конфликтуете, спорите. И вы не хотите с ними общаться. Но вы почему-то боитесь. Ну, вы боитесь не позвонить. А если особенно они вообще пожилые, знаете почему? А потому что они умрут раньше, чем вы. И вы боитесь, что вы потом с этим жить будете. И из-за того, что вы боитесь этого, вы начинаете говорить, ну, хорошо, мама, здравствуй, как себя чувствуешь? Ну, у тебя врач был, да, что сказал? А тут мама начинает, значит, говорить, ну, а у тебя что? И что, вы не развелись до сих пор? А я знаю, как ты с ним живешь. И ее же это бесит. Но зачем ты маме звонишь? Она говорит, ну, это же моя мама, правильно? По моей методике человек вообще не должен делать ничего, что он делать не хочет. И тут возникает вопрос. Ну, это же моя мать. Как ты можешь не звонить? А я хочу, чтобы вы звонили вашей матери только по одной причине. Вы хотите ей позвонить. Причина, что я боюсь, что когда она умрет, я себе этого не прощу, мне не нужна. И матери не нужна. Если бы мать сидела сейчас и слышала, что ее ребенок звонит ей, потому что боится ее смерти, ей бы тоже не понравилось. Правда? Конечно. Теперь, как сделать так, чтобы ты хотел звонить своим родителям, пожилым, которые очень тяжелые люди при этом, например, да? Орущие там, отец вообще никогда тобой не занимался. У тебя обида на него. Вы должны перерасти своих родителей. И это должны быть отношения не детей и родителей, а взрослых людей и пожилых людей. Но для этого нужно вырасти, а для этого нужно избавиться от этой детской обиды. И тогда у вас будет совершенно другой разговор. Более того, что самое интересное, вы должны заставить своих родителей общаться так, как вам удобно. То есть, если вам не нравится, что они вам говорят, вы говорите, я тебя люблю, но мы будем говорить так, как я хочу. Родитель сразу не поймет с непривычки. И начнет уткнуть своя линия. Мама, я должна бежать пока. На десятом разе мама приходит в сознание и понимает, что ей лучше эту тему не трогать и не спрашивать, когда же она наконец дочь выйдет замуж. А то сейчас мы отца опять разъединят. И так постепенно можно добиться того, что родители начинают с тобой считаться, потому что ты взрослый человек и умеешь за себя постоять. И тогда у вас все равно другие отношения. И тогда ты хочешь позвонить маме и папе. Да ты их любишь уже. Ты их не боишься. Но пока ты разговариваешь с позицией пятилетнего ребенка, у тебя в семье будет проблема. Ой, слушай, и таки в семье бывает, да? Там муж жене говорит, слушай, моя мать на день рождения, поздравь ее, пожалуйста. А между свекровью и невесткой очень плохие отношения. Ты знаешь, что я не люблю. Муж говорит, ну ладно, поздравьте, что трудно, что ли? Это же мама моя. Говорит, ты знаешь, именно хамила в прошлый раз, что я готовить не умею. Можно я не буду заварить? Слушай, ну это хуже, конфликт будет. И так живут очень многие семьи. А ты возьми и скажи своей свекрови. Третье правило как раз об этом. Сразу говорю то, что не нравится. Что у меня в доме я не хочу слушать о том, как я готовлю. Или вы у меня в гостях, или вы просто не приходите. И после этого любой позвонит свекровью и скажет, дорогая Мария Петровна, поздравляю, желаю здоровья и счастья личной жизни. Потому что конфликта нет, потому что ты сам крепкий. Ты сильный, ты не боишься, что тебя там опустят, унизят и так далее. У свекрови тоже могут быть контромеры. Ну что, еще один звонок, Михаил, пожалуйста. Да ладно, только наушники снял. Так, извините, слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Вопрос такой, вот вы говорите, там, с десятого раза там мама врубится, если кровь врубится, если такое, но ведь факты показывают, что изменить людей невозможно. Ну и там проще пережить, чем изменить. Так. Ну и там никакими здравыми доводами. А в чем вопрос? Через десятый раз вы считаете, что, например, вот это вот, скажем так, противостояние с мамой или еще с кем-нибудь, что это вот навязывание своей линии, оно реально поможет или это просто будет... Рассказываю. Да, спасибо. Во-первых, поможет. Во-вторых, я никого не собираюсь менять, не дай бог. Я сам с вами абсолютно согласен. Не надо людей трогать руками, не надо их менять. Вы не их мама, не их лечащий врач. Поэтому ваша задача – свои проблемы решать, а не их. У вас нет задачи маму поменять. У вас есть задача общаться с мамой на своих условиях. И я вас уверяю, что та же самая мама в поликлинике не так разговаривает, как сына. Правильно? Уважительно разговаривает. Да, то есть люди, которые устраивают истерики, и это желание не себя изменить, а переломить ситуацию в свою пользу с тем, против кого истерика. Вот, Мария, если позволите, добавлю по поводу истерики и вообще вот этих конфликтных историй. У человека есть, у невротиков две главные эмоции. Это чувство обиды и чувство гнева, как обратная сторона обиды. И вот эти истерики, эти конфликты – это попытка сбавить внутреннее давление, размещая в других людях вот это чувство обиды. И когда с тобой выясняют отношения, то ты нужен для того, чтобы как бы из-за тебя у меня проблемы. Я ору на тебя, чтобы мне стало легче. А другой человек не хочет, чтобы с ним так поступали. Он говорит, слушай, твоя проблема – это твоя проблема. Я решаю только свою проблему. Со мной так не надо разговаривать. Что у тебя там в своей голове, то ты сам иди к психиатру, иди к психологу, решай проблему. Я хочу себя оградить. Поэтому не дай бог вы не подумайте. Я, конечно, никого не собираюсь перевоспитывать. Так вопрос не стоит. Я хотела у вас спросить. Вот у вас на сайте СНОБа небольшая биография, изложенная вами. Не то, что биографию, а вы о себе писали. Я еще молодой, поэтому биография небольшая. Ну, такая маленькая. И вы написали там, что вы поступили на психфак в надежде решить собственные проблемы. Вот я часто слышала о том, что психологи идут люди для того, чтобы научиться решать свои проблемы, но я никогда не видел, чтобы в этом признавались открыто. А вопрос в чем? А просто вот интересно, почему вы признаетесь открыто в этом? Потому что я, видимо, достиг чего-то в своей жизни, психологического комфорта. Да, я себя чувствую очень хорошо. У меня нет реально проблем, ну, таких, которые мне мешали бы жить во всяком случае. И я не стесняюсь. Да, психологи, как правило, и без даже не как правило, а вообще все поголовно. Это люди, имеющие проблемы. Почему? Потому что в другом случае человек не заинтересует решение проблем как профессия. Чтобы тебе было интересно решать чужие проблемы, должен иметь свои. У меня было проблем много. У меня была достаточно тяжелая семья родительская. Мама у меня была жесткими, вроде как вообще била. Вот. Одна же у меня такая была история. Мне было лет семь. Я стоял в пирожковой с мамой. Знаете, где берешь поднос сам? И сам кладешь пирожки, а в кассе пробиваешь. Я говорю, мама, доедай шестой пирожок. Смотри, я сейчас все съем, два оставим и за два только заплатим. Чистая экономика. В очереди. Да, но пока мы в очереди стоим, нам надо будет не за 10 платить, а за 2. Я же люблю маму, я же хотел бы ей облегчить жить. Она начала меня избивать прямо в этом кафе. Она орала на все кафе, а вырастила вора. Била руками и ногами. Там все кафе в ужасе было. Маташа, мама, истерика. Она еще в ее понимании, да? Ей было неудобно, что не сын таким вором вырос, который уже 8 лет пытается придумать схему, по которой можно обойти выплаты. Вот. И, конечно, у меня там обиды были на маму и все. И вот из таких людей, в общем-то, и получаются хорошие психологи. Но я решил свои проблемы. И у меня, ну, еще при маминой жизни совершенно никаких обид не было. Я понимаю, что это человек, там, нездоровый, который свои эмоции не контролирует и так далее, да? У меня, видимо, свои представления, что такое быть любящей матери и воспитывать правильного ребенка, чтобы хотя бы не воровал. И да, я признаюсь о том, что, да, были проблемы, но я также признаюсь, что я их решил, эти проблемы. Потому что ваша беда не в том, что они у вас есть. Беда в том, что вы с ними живете, не пытаясь ничем менять в своей жизни. Друзья мои, еще одна очень важная вещь. Психология – это не про мораль. В них смысле нужно жить там правильно, а вы живете неправильно. Проблема в другом. А то, о чем вы сказали. Надо жить, получая от жизни удовольствие. А большинство людей, к сожалению, не получает удовольствие. Потому что они привыкли с детства, что жизнь – это вообще проблема. И все, что можно в этой жизни получить, это решать свои проблемы. Но как узнать, как понять свои истинные желания? Потому что, например, почему там браки распадаются? Почему длительный период, когда браки не заключаются? Потому что есть определенные желания, чтобы подруга соответствовала этому, этому, этому. А это три разные женщины. Как понять свои желания? Во-первых, нас сейчас слушают опять… Я все сливаюсь в тему детей. Вот помните, я вам сказал, что надо детей спрашивать, что они хотят на завтрак? Вот так люди научаются понимать свои желания. Когда с детства с ними считаются, их спрашивают, они взрослые точно знают, что они хотят. Но, правильно вы говорите, очень многие неуверенные люди испытывают две проблемы. Обивалентность, когда у них разнонаправленные желания. И неуверенность. Они не знают, хотят они этого или нет вообще. Почему? Были подавлены желания в детстве, их никто не спрашивал, что они хотят. Делай и все. И я помогаю, ну как вот, я веду индивидуальную групповую психотерапию и помогаю людям, взрослым, в 70 лет, как будто это ребенок, да, который только начинает понимать, что он хочет на самом деле. Очень простой совет, друзья мои. Если вы приняли решение, доведите его просто тупо до конца. Например, вы решили встретиться с подругой в 8 вечера. В 5 вечера вы утром, вообще накануне решили. В 5 вечера звонит вам там семейная пара, говорит, слушай, пойдем в кино, а потом в кафе посидим. Вы говорите, я с подругой договорился. Да бери ее вместе, пойдем. Этого делать нельзя. Уважайте свои решения. Вы договорились, идите в 8 часов, встречайтесь с подругой. Вот так постепенно вы научаетесь принимать свои собственные выборы и чувствовать свои желания. Кстати, по поводу, я не знаю, как свои желания, был такой, я вспомнил шикарный анекдот, когда приходит еврей пожилой к Равину и говорит, Рэдди, у меня сын носит серьги в ушах. Что это вообще означает? Он говорит, а в каком он ухе носит? В правом или в левом? Он говорит, он в обоих носит. Говорит, слушай, я не знаю, а какие варианты могут быть? Варианты, говорит, два, Равин. Он или гей у тебя, или пират. Он говорит, а как я пойму, гей он или пират? Говорит, ты когда домой идешь, во дворе корабль видел? Так вот, да, есть простой способ узнать свои желания. Да, но многим приходится действительно учиться. Я чувствую, становлюсь лучше сейчас. Да, это хорошо. У нас в гостях Михаил Лапковский. Есть еще звонок, надевайте наушники, пожалуйста. Слушаем вас, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, значит, по поводу разговора с мамой и со свекровью. Я технически согласен с вашим гостем, практически хотел бы дополнить и задать вопрос. Для того, чтобы так вот разговаривать и говорить, я буду разговаривать на своих условиях, или ты со мной говоришь уважительно, не говоришь вообще, это правильно сказать, ваш гость, человек должен уважать сам себя. Для того, чтобы уважать самому себе, должен быть определенный опыт уважения, то есть исполненных успешных каких-то дел, успешного опыта, достижения чего-либо, на который человек может опираться. Окей, а в чем вопрос? Ну, вот как раз я продолжаю, да. То есть в советское время для мужчин таким опытом была служба в армии. Сейчас ее нет. А вы все-таки можете все-таки вопрос задать, а то у нас не так много времени? Да, для женщин были свои вещи. На чем сейчас подрастающее поколение может проверять свои возможности, для того, чтобы рождалась эта уверенность в себе, чтобы дальше? То есть где сегодня? Спасибо, спасибо большое за вопрос. Хороший вопрос. Ответ, я думаю, тоже понравится, но не всем. Друзья мои, уважение не требует доказательств. К сожалению, во многих семьях родители так себя ведут, у нас вся передача не про детей только в основном. Ну да, что бы хотелось бы. Про взрослых тоже. Да, что они заставляют ребенка доказывать, типа, вот ты хорошо учишься, маме помогаешь, я тебя люблю. То есть они дают понять, что от твоих действий зависит их отношение. Я понятно объясняю? Да. И большинство людей, к сожалению, считают, что любовь к себе и уважение надо завоевывать. Не надо. Родители должны людей... Фу, людей тоже, кстати. Детей любить просто так ни за что. Ведь любовь... Вот мы тут сидим втроем, мы ведь как понимаем? Нас любят просто так, да? Потому что мы это мы, а не потому, что мы служили в армии. Наш слушатель сейчас про девочек начал говорить. Они, видимо, должны были там печь хорошо стирать и вышивать болгарским крестом. За это еще никто никого не любил. Ни за поступки, ни за достижения и так дальше. Это все про нездоровые амбиции. Людей надо любить просто так. И себя надо любить просто так. Вы не обязаны ни себе, ни кому-нибудь доказывать, что вы себя что-то представляете. Более того, у здорового человека есть потребность самореализации. То есть мы что-то достигаем в жизни, не в цели доказательства маме с папой, что мы что-то из себя представляем. А с целью того, что нам нравится наша работа. Это не попытка доказать, это из потребности. Но мне моя работа нравится. Я люблю свою работу. Не надо никому ничего доказывать. И не надо и себе ничего доказывать. Я люблю себя, потому что это я, а не потому что я, как вы меня представили, известный российский психолог. Это один из самых дорогих в мире. Добавьте. Добавили. Я когда Лондон не читал лекции, сколько стоит ваших консультаций? Паталон, он один из самых богатых городов в мире. Когда я сказал, возникла гробовая тишина. И волосы зала. Это вы что, шутите? Я говорю, вообще не смешно. Так вот, я хочу сказать, что любить себя надо просто так и ни за что. И детей своих надо любить. Просто потому что это они, а не потому что они радуют маму с папой пятерками, тем, что у них ногти чистые, тем, что они стихотворение выучили и так далее. Это все лишнее и не имеет отношения к вашим чувствам. Но у вас нет проблем, вы их решили, но вы хотите нравиться людям. Ну, в какой-то здоровой все-таки мере. Не совсем такой же беспредельно. Слушайте, как сказал уже упомянутый Марс, нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Какая-то, ну, девочкам я точно хочу нравиться. Тут гадалки не ходи. Но я хочу сказать, что это милости патологического характера. Ну что, нам пора заканчивать. К сожалению, да, уже время нашей программы истекло. Я тогда напомню, где можно еще встретиться с Михаилом Лобковским, вот, в Риге. Вживую, да? Да. 19 августа, то есть завтра в 7 часов и 20 августа, послезавтра в 16 часов будут такие публичные консультации. Они будут проходить в Хайпи-арт-музеум. Это в галерее Рига. В галерее Рига у нас находится на Дзерново, 67, 7 этаж. Вот, вы можете заглянуть в Белишу-сервис, там посмотреть, билеты купить, или на месяце тоже, да, по-моему, продаются билеты. Вот, а публичные консультации будут на тему, на темы, которые мы сегодня обсуждали и в нашей программе. Одна из них – «Как полюбить себя и повысить самооценку», а вторая – «Про детей и родителей». Вот так вот широко. Я думаю, что будет интересно. Спасибо вам большое за эту встречу. Спасибо большое тоже. Всего доброго и удачи. До свидания. До свидания.